Территория СНГ Хакима недолюбливают, но Мафсар Евлоев может похвитаться за других соотечественников. 27 лет, Евлоеву 29, чуть старше доводов. Территория СНГ Хакима недолюбливают, но Мафсар Евлоев. 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 Хорошо так зарядился Мафсар. Он, кстати, пообещал, что мы сегодня увидим новую версию совершенно от Евлоева. Довольно быстро сейчас Мафсар отлично сокращает дистанцию. Пару раз попал, так что Хаким и среагировать толком не успел. Отличная скорость у Евлоева. Ее когда-то хватало даже для легчайшего веса. Но вот после нескольких очень серьезных сгонок он зарекся опускаться в ту весовую категорию. И UFC сосредоточился уже на 66. Просит поактивнее работать джебом в Доводу. И вот как раз на один из таких джебов ныряет за одной ногой Мафсар Евлоев. С обманкой очень низко залетал в одну ногу и чуть не сбежал Хаким, но Мафсар его настигает. За спиной сейчас у соперника Евлоев. Да, вроде бы перевел Мафсар, но не так-то просто удержать Хакима Доводу на земле. Я помню, что Евлоев кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе. Бороться с ним очень непросто. Ох, сейчас Мафсар отталкивался ногой от сетки, чтобы лишить преимущества Довода и сразу же бросает Хакима. Хороший эпизод. И наносит череда. Череда ударов от Евлоева довольно жесткая получается. А у Мафсара тоже есть уже такой кровоподтек под левым глазом. Да, не так часто мы видим какие-то рассечения или фингалы у Мафсара Евлоева. Он вообще очень аккуратно всегда проводит бои с минимальным ущербом для себя. За спиной у соперника Евлоев. Заправил практически ноги. Да, есть. И начинает душить, пытается. Во всяком случае, сейчас это было похоже больше на давление на челюсть. Но Доводов пока смог нейтрализовать первую атаку в грэпплинге от Евлоева. Идет со второй дужкой Мафсар. Снова перестарит на челюсть. Такое ощущение, что очень близка концовка. Да, Евлоев великолепно действует. Но сейчас вот выжил. Таким Доводу. Казалось, что очень хват серьезный, очень сильный получил Сумафсара. Угол был не самый удачный. И не получается заправить руку под подбородок сопернику. Довод удерживает довольно низко голову. Челюсть не дает себя тут же задушить. И, кстати, вот Хаким перестал скидывать захват с шеи. По всей видимости, не особо переживает. Видимо, уверен в том, что сможет всегда держать голову низко. И его не задушат. А максимум будут давить. Уже не так просто дышатся Доводу. Тяжеловато даже, я бы сказал. По-прежнему у него за спиной Мафсар Евлоев. Но здесь позиция совсем неудобная для удушения. И сейчас, кстати, есть все шансы, чтобы развернуться у Доводу. Ослабил немножко захват своими ногами Мафсар Евлоев. Ну вот нет, сейчас восстанавливает. Удерживает руку соперника. Наносит удары в голову. По-моему, прямо рядом со своим углом находится сейчас Мафсар Евлоев. И очень отчетливо слышно, как ему подсказывают, что делать. Обрабатывает голову соперника Евлоев. Максимально активен в патре Мафсар. Хорошо проводит последние минуты. Уверенно нарабатывает себе очки. Вот полраунда чистого контроля уже за Евлоевым. Но пока грамотно защищается, Доводу видно, что ему непросто. Но при этом силы пока его не покинули. И грамотная, грамотная защита. А толпа начинает гудеть. Хороший раунд для Мафсара, конечно. Пытается сбежать Доводу. Прихватывает. Мафсар его еще разок пытается бросить. И отличная концовка для Евлоева. Ну, тут сложно найти вообще моменты в этом раунде, которые бы не были отличными для Мафсара. Ну, и так все и заканчивается. Нет никаких сомнений, как оценит этот раунд судьи. Ну, а Доводу явно очень недоволен происходящим. К сожалению, не слышно. Мы же мы, что говорят сейчас в углу Хакима Доводу. Ну что ж, вернули нам звук на том моменте, когда просили вернуть капу. Хакима Доводу очень неудачный, конечно, раунд для него получился. И когда гонг прозвучал, такое ощущение было, что он немного обескуражен, конечно, Доводу тем, как все сложилось. Сможет ли он хоть что-то улучшить во втором? Ну и отметим гудение публики. Наверняка не нравится им, что североамериканцы настолько задоминировали в первые пяти минутки. Снова очень легкий тейкдаун на старте ушел. От удара Явлоев тут же, на очень низкой траектории, залетел в ноги и мгновенный тейкдаун от Мавсара. Такие же проблемы у Довода, как и были в первом раунде. Кардинальных отличий нет. Мгновенный Явлоев, оказавшийся в клинче, начал накидывать удары в голову, бросил разочек и опять за спину вылезает. Все под копирку, как из первого раунда у Мавсара все работает. У Довода нет ответов на это. Вынужден терпеть. Хорош сегодня Явлоев. Побил только что свой, собственно, рекорд. У Мавсара был рекорд для одного боя в UFC. Это пять тейкдаунов. Зараз, что называется, сейчас уже шесть. А, между прочим, даже половина поединка еще не прошла. Едва не развернулся сейчас с каким Доводу, но Явлоев его законтролировал. Поймал. Вот это движение. От Доводу. А вот в этот раз уже не сумел. Доводу здорово защищался. Мавсар пытается стянуть его в партер еще раз. Восстановить позицию. Пока не получается. Хотя и недолго защищался Доводу. Аккуратненько Явлоев сейчас уложил. Доводу опять на канвас. Счастье Хакима было недолгим. Буквально 10 секунд. И Мавсар возвращается на круги свои. А, ну и если вдруг кто-то надеется, что Мавсар Явлоев рано или поздно устанет, можно не надеяться. Поскольку он известен как, ну, настоящая кардиомашина в полном смысле этого слова. Ой, выходит, сейчас сгручивает просто голову соперника. На нос, на челюсть. Абсолютно суровейшим образом Явлоев сейчас давил. Но Доводу пережил этот эпизод. Задушить пока не получается соперника. И задавить тоже. Однако, абсолютная доминация от Мавсара как была, так и продолжается. Люди гудят. Народу не нравится, что, наверное, бой проходит в парте. Ну, или то, что именно на Доводу все это дело сейчас разворачивается. Да, я думаю, что публика ждала немножко иного от противостояния 14-го и 15-го номеров рейтинга. Ну, сейчас мы видим, что 14-й номер просто на порядок сильнее. Давно Мавсар Явлоев просил себе в сопернике кого-то из рейтинговых бойцов. Ну, и вот так получилось, что совсем недавно Хаким Доводу в рейтинг тоже вошел. Односторонний раунд у нас получается абсолютно. Хаким в этом поединке только и делает, что защищается. Никаких атак от него мы не видим вообще. Он сфокусирован на выживании. Ну, а Явлоев, обратите внимание, вообще не простаивает, что называется. Даже, учитывая тот факт, что он за спиной соперника, это и так атакующая позиция, он просто каждую секунду пытается совершать какие-то действия. Либо накидывает удары, либо придумывает, как выйти на удушку, либо контролирует, прихватывая руки, отключая их. Что-то, что-то делает. Делает ставку Довода на то, что рано или поздно все-таки захват ослабит Мавсар Явлоев, и тому удастся развернуться. И вот сейчас как раз такой момент наступил. Был шанс у Довода все-таки развернуться. Посмотрите, как грамотно Мавсар вернул себе тот же самый контроль. И легким движением тело оказался на том же самом месте за спиной. Перехватил ноги по новой. Немножко сдвинулся. Снова. Все так же, как было в остальные буквально 9 минут этого боя. Ну, если выбросить, конечно, первую минуту, где бойцы немножко поработали в стойке. Но и там Мавсар смотрелся весьма недурно. И были хорошие попадания. Подсказывает из угла Мавсара Явлоева, что остается 30 секунд. Немножко подгоняет своего бойца. И выбирается он в маунт. Непростые удары для Доводу терпит Хаким. Очень крепкий парень-каналец. Сместился немного Явлоев. То с одной стороны накидал, то с другой. Какие-то хамеры у него получались под разными углами. Не оставляет в покое вообще ни на секунду он Доводу. Суровый удар пропускает Хаким, но все доходит до третьего раунда. Подтолкнул сейчас уходя Явлоев своего соперника. А Доводу так выглядит опечаленным. Он на самом деле у него есть плейки. Но вообще, он не процесс. Смотрите, я хочу примероваться. Нам нужно быть лопой на фронте. Мне нужно было пройти. Когда ты на груди, ты должен быть и на заднике. Я пытался, ноuther. Ты ещё фанат спеши так, даже реально. Я хочу ехать и думать, что он демонстит тебя. Уже будет начать кокrie. Он даже на brewing еще раз. Я хочу на фронте, чтобы ты получить демонстрирую у него. Таким я, как ты готовишься на munку. Он вверху на ногу, ты бьёшь. Он на правой и лепочка идет и его его начинал. Если он их выдавал, то ну что он хорошо. Сейчас попросили Мафсара Явлоева на английском, и самое интересное, без переводчика он все понимал прекрасно. Попросили его быть внимательнее в третьем раунде, поскольку понимает, каким доводом, что проиграл первые два, поэтому он выйдет и попытается взвинтить темп, сразу же быть агрессивным максимально. Ну, интересно, что в углу доводу такой получился диалог, немножко диалог отчаяния между ним и его угловым. Сказали ему, что ты застываешь в одной и той же позиции в партере, опять и опять он переводит тебя и удерживает, и доводу говорит, я пытаюсь освободиться, но тем не менее ничего не получается. Да, начались эти разговоры вообще с того, что Хаким спросил у своих угловых, что вообще происходит. Это был вопрос с целью понять, что с этим делать, я ничего не могу с этим поделать. Но в итоге третий раунд, друзья, вот 30 секунд в стойке, пока еще Мафсар не пытается бороться. Заряжаются оба, идет в атаку доводу через корпус, на лоу, довольно низко держит руки Хаким, ждет, естественно, тейкдауна. Вот, затянулся немножко эпизод в клинче. Попал сейчас до воду. Неплохо. Особенно учитывая, что Хаким вообще пока ничего не показывал в первые 12 минут этого боя, то, конечно, сейчас ему нужно собирать любые эпизоды по крупицам себе в копилку. Из угла Хакима дауду кричат, что его соперник уже начинает уставать, нужно работать, нужно идти вперед, подгоняет его каждую секунду буквально. Ну и пытается, действительно, дауду действовать гораздо лучше, чем было в первых двух пятиминутках. Хакиму кричат, накидывает джебы, он замедляется. А вот Мафсар летит, и как хорошо сейчас дауду встретил этот тейкдаун. Первый раз за этот бой он настолько быстро и агрессивно среагировал. Очень, очень быстрый был проход в ноги от Мафсара Ивлоева, и то, действительно, как отреагировал на это Хаким дауду, заслуживает просто огромного респекта. Да, вот по сравнению с первыми двумя раундами Дауду сейчас действует неплохо, но даже при этом Мафсар Ивлоев инициативу практически не отдает. Ну и плюс Дауду не поможет вот то, что он делает сейчас. То есть два раунда Ивлоев забрал железно. То есть Хаким даже в доминирующей манере разбирая вот Мафсара все пять минут, все равно не сможет победить в этом бою. Так что Дауду нужно рисковать максимально с, не знаю, попытками нокаутировать соперника или чем-то еще. Потому что пока это близкий раунд в ударке, где, может быть, чуть лучше Хаким, но... Ой-ой-ой, сейчас попал неплохо, выворачивался Мафсар, но в итоге словил лево-боковой. Такое ощущение, что мы сейчас наблюдаем историческое событие. Мафсар Ивлоев чуть-чуть подсел с точки зрения кардио. Может быть, просто взял небольшую паузу. Все-таки много пришлось работать и активно работать в первом и втором раундах. Ну или, может быть, он просто отдает себя чуть-чуть, что два раунда он уже забрал, и можно не сильно сейчас пока выкладываться и забрать концовку третьего раунда. И все равно это будет уверенная победа для Мафсара. Ну вот сейчас было видно, что все-таки, да, с усталостью есть проблемы у Мафсара. Но и отдадим должное Дауду, он невероятно хорош. Я думаю, что очень многих бойцов на месте канадца просто надломили бы такие 10 минут, которые он провел буквально, удерживаясь за спиной в опасных позициях такого соперника, как Мафсара, постоянно вынужденно защищаясь от попыток удушения. Показали нам значимые удары по третьему раунду, где Дауду сильно впереди. Ой-ой-ой, кажется, были неприятности у Мафсара. Мафсара пошатнулся, показывает, что все в порядке, но было опасненько. Думал, что сейчас кому-то пришлось выпить валидол. И еще разок чуть не оказывается на канвасе Явлоев. То ли проблема с ногой, то ли это коварные руки до Воду долетают до цели. Ой-ой, попадает еще дважды. Каким Дауду, но Мафсар Явлоев держит эти удары. Одна минута до конца раунда. Мафсар идет в борьбу, и, наверное, абсолютно правильное решение. Да, есть трейкдаун, очень хороший, грамотный. Народ ревет и гудит от отчаяния. Только они обрадовались, что Дауду вырывается вперед, как Мафсар. Начал делать то, что умеет лучше всего. И странно, что он делал это в начале третьего раунда. А решился только на это в конце. После таких очень неприятных для его болельщиков эпизодов. Но в борьбе тут абсолютно все однозначно. Явлоев снова за спиной. Еще разок пытается бросить. Устоял сейчас Дауду. Не хватило чуть-чуть амплитуды, но со второго раза Явлоев все-таки стаскивает. Много-много тейкдаунов у Мафсара в копилке в этом поединке. И финальные секунды под очередной удар Мафсара проходит. Интересно, Явлоев пошел бороться в третьем раунде только после неприятных пропущенных ударов. Ну, надо сказать, что была одна попытка в первой половине этого раунда, но ее очень здорово заблокировал. Хаким Дауду после этого взял небольшую паузу Мафсара Явлоев. Девять тейкдаунов у Мафсара в копилке в этом поединке. Почти 170 ударов он нанес по сопернику, незначимых, а в целом в общем, поскольку удары в партере не числятся значимыми, поэтому такой объем наколотил. Ну, а у Хакима два проигранных раунда в ноль и третий очень интересный, очень интересный, если не брать последнюю минуту третьего раунда. Тоже, опять же, есть интрига в том, отдадут ли 10-8 за первый или за второй раунд. Ну, интрига, наверное, связана больше с нашим любопытством, поскольку, получается, на результате поединка она никак не скажется. Все идет к тому, что Мафсар все-таки должен остаться непобежденным спортсменом. До силы он еще ни разу не проигрывал ни в одной лиге, ни одному своему оппоненту. Это пятнадцатый профбой для Явлоева. О, у Дауду была отличная серия побед до этого поединка. Пять подряд. Улыбается Мафсар. Мафсар Явлоев побеждает. Все трое судей оценили одинаково 29-27 за один из первых раундов.